чуть ниже, двулезвенный боевой конец. Коллекционер забирает в очень крутую коллекцию идет этот экземпляр. К полезному контенту еще вернемся. Всем привет, с вами был Квардстори, я Алексей, и я сейчас собираю посылку в Москву. Эти предметы приедут скоро уже туда, можно будет потрогать, пощупать, а также некоторые предметы отправляются уже к новым владельцам точно так же. Здесь у нас, смотрите, армейские кортики. Кортики СА и СС. Здесь же у нас присутствуют штыки, как внестроевые, так и боевой штык тоже есть. Здесь нож подводника, настоящий. Это на самом деле очень большая редкость, когда нож подводника в таком вот в оригинальном виде, у него здесь еще смазка там наверху, такая грязноватая, но это смазка. И, соответственно, здесь же у нас клеймо. ВКЦ и Аугуст-Луниберг-Киль, город Киль, прибрежный город, порт на берегу, собственно, Нордзея немецкого. И вот такой вот вариант, он не на 100% на войну, в оригинальных, в аутентичных ножнах, без каких-то там лишних допклеем и прочего. Очень крутой вариант. Это, собственно, я его нашел сейчас во время последней своей поездки. Здесь же нож еще есть, боевой люфтваффе. Боевой нож люфтваффе с клеймом-пятеркой, классический, в отличных просто ножнах, практически в идеальном состоянии. Соответственно, я его сейчас вот таким вот образом поставлю, потому что его очень круто экспонировать. Именно вот таким вот образом, боевым, знаете, как будто бы он просто заткнут за форму вот здесь вот. И ножна тоже в оригинальном окрасе. Штыки здесь есть, внестроевые четыре штуки. Это внестроевой штык. Смотрите, здесь можно сравнить прямо акулий зуб и не акулий зуб. Вот здесь вот не акулий зуб наверху, а акулий зуб вот здесь вот чуть ниже. Двулезвенный боевой конец, именно этим они отличаются. И, соответственно, здесь они с роговыми накладками. С настоящими, оригинальными роговыми накладками. Это Карл Айкорн, а это Карл Джулиус Крэпс. Еще один экземпляр. Это Карл Айкорн с сапер. Непосредственно сапер вариант, который был сделан по образу и подобию штыка К-98. Мы видим здесь отсутствие крюка и отсутствие вот этого вот клюва непосредственно. Здесь же мы можем даже с вами посмотреть. Смотрите, сейчас я вам покажу кое-что. Именно такой вариант присутствует в каталоге Карла Айкорна в конце. Вот он, собственно, здесь. Мы видим, что это 40-сантиметровый единица-три шестерки. Единица-три шестерки, это, собственно, его был артикул в то время. Обратите внимание, их не бывает коротких. Короткие бывают здесь, 35 и 40 сантиметров. Видите, два варианта стандартных. В стандартном исполнении именно и с клювом, и с крюком. А когда он без клюва, без крюка, когда это именно саперный вариант, он шёл только в эдолинном исполнении. Это, опять же, можно видеть по той самой коллекции, которую я недавно показывал. И практически всю её забрали. Ещё один штык. Это боевой штык на парных номерах в оригинальном воронении. Здесь небольшой какой-то лак или ещё чего-то присутствует. Но при этом всё здесь прям хорошо. Он с подвесом в оригинале, с оригинальной кожей, с оригинальным кожаным ремешком. Прям такой приятный вариант. Ну и ножны, естественно, к ним здесь тоже лежат. Вот эта полка, остальное я пока ещё здесь оставляю. Хочу ещё покрутить. Далее. Здесь вот этот СС, он только-только приехал. Хочу ещё его покрутить немного. А вот эти вот предметы сейчас поедут. Это три кинжала СА. Причём вот это достаточно бюджетный вариант. При том, что он суперяркий. Это РЗМ, период производства 1938-1942. Но при этом он прям в ярком-ярком состоянии, с яркими ножнами. Очень прикольный вариант с цинкового сплава птицей. Два других – это ранние. Причём ранние ещё и на очень крутых клеймах. Мы с вами их видим здесь. Мне повезло найти такие предметы. Я доволен, что получилось найти ранние клейма. Именно вот эти два. А это ничто иное, как Вюстхов. Вюстхов – бывший Рэм. Вюстхов – бывший Рэм. Он не ленивый, он полностью бывший. То есть, грубо говоря, у него сняли здесь вот это посвящение. После ночи длинных ножей, как вы помните, я уже рассказывал. Но при этом остатки клейма ещё остались. Это прикольно. То есть, его можно атрибутировать. Плюс ещё здесь есть, смотрите, вот начало буквы заглавное. И дальше ещё даже частично фамилии. Вот эти вот закорючки Эрнста Рэма тоже здесь остались. При этом офигенные ножны просто в родном лаке мы здесь видим. Поэтому очень прикольный предмет. Я прям доволен. Мне понравилось. Я его сейчас, честно говоря, не хотел отправлять. Хотел у себя оставить. Потому что мне тоже нужны вещи. Собирать мне нужны вещи в коллекцию. Я, честно говоря, вот всё отправляю. У меня, получается, там предметы лежат. И я их не вижу. И, честно говоря, я решил вот сейчас вот оставлять здесь предметы. И не отправлять никуда. Просто потому что мне спрашивают, Алекс, что у вас в коллекции. Я решил набирать, знаете, такие делать подборки интересные. Подборку по счетам, например, себе хочу. И то есть, её не продавать, а просто вот оставить, чтобы показывать, какие предметы бывают. Потом дальше вот этот экземпляр тоже поедет. Это охотничий союз, смотрите, в очень крутом виде, в очень крутом состоянии, с травлением, с супер вообще зелёными ножнами, не перецветшими. И очень крутыми. И с обратной стороны, хоба, мы с вами видим климо Карла Айкхорна. Маленькое с двойным овалом. До 1936 года. Вот прям яркий, в полном комплекте. Именно такой вот подвес у него шёл. И вот именно такой темляк. И к нему, можно сказать, практически в комплект идёт младшего состава, имперская лесная служба. С обратной стороны мы видим клеймо Алкоса. Он тоже двухстороннее травление. Очень такой вот прям чистый клинок прикольный. И тоже он полностью весь в родном сборе. В полном сборе тоже и с темляком, и с подвесом. Со всеми делами. Следующий экземпляр это кинжал СС. Это вот буквально сейчас свежая у меня находка была. Я его сейчас из Германии привёз. 112138. И смотрите, здесь тоже вот с рунами СС. Очень приятный предмет. Контрастный. У него здесь вот есть небольшой такой начинающийся скольчик. Но при этом он прям в офигенном состоянии. Экземпляр и в очень контрастном дивизии. Здесь даже... Ну вот он ещё более контрастный, чем вот вы его на экране видите. Так что прикольно. При этом в охрененном состоянии... Это Эрнст Пак причём. В охрененном состоянии ножны. Ножны в родном окрасе, в родном никеле. То есть прям вот они не битые и очень приятные. По пряжкам тоже у меня здесь есть обновление. Пряжки. Здесь две креветки. Это так называемые креветки. Ранний тип. Здесь вот интересные ворота у неё есть. То есть с обратной стороны мы смотрим. Вот такая же копаная сейчас в Москве, например, продалась за 19 тысяч. То есть 200 долларов стоила копанина. А здесь не копанный вариант. Оригинальный, настоящий. В прям вот виде, в нетронутом, в очень хорошем состоянии. Соответственно здесь ещё один экземпляр. Это тоже получается креветка. Но при этом мы с вами видим, что у неё... Так же как и у той ментовой нет клейм на вот этой вот кожульке. Так было. Потому что были некоторые производители, не ставили здесь клейма. Мы просто оставили вот этот вот тег и всё. И больше ничего к нему не добавляли. При этом ранний тоже вариант в очень крутом состоянии. Но, кстати, пряжки я не отправляю. Я её просто для красоты положил сейчас сюда. Вот. Если интересно, то же пишите. Но, тем не менее, вот именно эти не поедут. Вот это транзитная, так называемая, пряжка. Куда был добавлен здесь вот год метунс породнее. Это родная фабричная история по этим пряжкам. Их у них прям целое направление. Их можно вот именно вот по вот этой вот задней, по тыльной части узнать и определить. Соответственно, по клейму. А здесь ещё очень интересный орёл. Это нагрудный орёл на форму. Люфт Ваффе. И это не простой орёл. Это первый тип. Соответственно, этот тип в тяжёлом металле. Он полновесный. Он не алюминиевого сплава. И он стоит больше, чем в два раза дороже. Чем такой же алюминиевый. Потому что, грубо говоря, если в алюминии можно взять, что он был там 200, там 50, 300 евро, долларов примерно. Этот в два раза дороже стоит изначально. Но здесь прикольно, что он ещё с полировочкой идёт. Видите? То есть, это ранние-ранние-ранние самые варианты. И они вот прямо делали из просто, казалось бы, обычной вот такой, знаете, ну, типа как кокарда или, по сути, кокарда для формы. То есть, такой нагрудный орёл. Они из него делали вот такую вот ювелирку. Делая здесь вот полировку на краях крыльев. Делая полировку на свастики и на вот таких вот гладких частях. Далее у нас здесь целая коллекция армейских кортиков. Причём армейские кортики здесь разные. Я с вами специально сейчас вот специально разобрал. Ещё на стриме. На стриме меня попросили, можно ли разобрать. Я разобрал и специально не стал собирать для вот этого видео. Кортик ранний. Это первый вариант с треугольным хвостовиком. Это супер-рарик, потому что такие предметы очень редко попадаются. И есть ранние кортики, которые не с треугольным клинком, а уже, грубо говоря, ему придали форму. Просто вот он идёт вот такой вот штырь длиной. Ну, не длиной, а вот диаметром. Вот примерно как вот здесь вот идёт в основании. Он идёт почти вот досюда. И потом тут вот расширяется препятствие как бы прокручиванию рукояти. Вот сейчас я не хочу её здесь сделать. Видите, вот такая вот идёт шахта. Кстати, обратите внимание всегда, когда вот разбираете, раз уж у меня здесь разобрано. Обратите внимание, что вот это вот отверстие в шахте должно быть просверлено, пробурено, пройдено за один раз. Если вы видите, многократно, когда пытались его продрелить, знаете, там подгонки и прочее, это не заводская тема. Вот, это очень такой момент, который, кстати, выпасается. Но, тем не менее, здесь родная рукоять. Родная рукоять, которая отличается от уже более поздних типов количеством витков. Вот мы видим здесь. И здесь тоже этот вариант. Он тоже ранний, это тоже ВКЦ. Но его я разбирать не буду, потому что, ну, одного, я думаю, разобранного кортика для того, чтобы продемонстрировать вариант ранний, достаточно. Здесь же у нас присутствует, например, кортик алкоса. Алкоса мы сразу видим по вот такой вот характерной головке рукояти. И, соответственно, проверяем. Опа, действительно, алкоса здесь на клейме показаны. Еще один экземпляр, это Карл Айкхорн, ранний, до 1936 года. Здесь, видите, белка в двойном овале у нас к клейму присутствует. И точно так же раннее исполнение полностью всего прибора. Характерный именно Айкхорновский вариант вот этот. Но это не самый первый тип, потому что мы понимаем, что самый первый тип, опять же, это вариант вот как раз вот с такой вот рукоятью. То есть мы понимаем, опять же, что в 1936 году уже вот этот тип поменяли. То есть вот эти вот кортики с большим количеством витков и вот таким вот хвостовиком. Это прям самое ронятина, грубо говоря, 1935, начало, самое 1936 года. Что, на самом деле, очень сильно бодрит. Здесь мы видим классический ВКЦ, классический прям вот именно вариант с птицей, так называемая, томагавка. То есть вот у неё здесь птица с характерным клювом именно таким вот рубленым. И вот такие вот интересные предметы присутствуют. А, вот этот ещё офигенный, просто вообще крутой. Вот это Карл Айкхрон, классический Карл Айкхрон. И смотрите, здесь клеймо дистрибьютора. Я бился за этот кортик, он и вышел реально дорого. Потому что венский и вообще всё, что с Австрией связано, по понятным причинам, оно чуть более дорогое. Но здесь прям вот двойное клеймление. Это охрененный тоже экземпляр. И вот я его взял. Честно говоря, вот со следующих, наверное, вот таких этих я хочу здесь себе собрать коллекцию не под продажу. Именно вот по вариантам кортики армейские. Потому что они смотрятся круто, смотрятся офигенно. Именно вот по таким вот темам. В дальнейшем я буду себе оставлять уже вот именно предметы здесь. И просто вот не под продажу. Ну, чтобы сделать свою коллекционную комнату. Я хочу вот примерно как у Томаса Виттмана, чтобы лежали варианты, чтобы можно было посмотреть. А это самый бюджетный вариант из кортиков. Причём обратите внимание, что он на самом деле тоже в офигенно в ментовом состоянии. Опять же, вы же здесь не обратили внимания, что здесь практически нет протёртостей до металла. И здесь в отличном состоянии сами клинки. Они не чищены. Они именно в таком виде и пришли. Я прям горжусь, что я вот такие варианты запускаю в рынок. Потому что в основном всё-таки состояние среднее и ниже среднего. По цене как за отличный, понимаете. Да? Типа с небольшой скидочкой. Вот здесь прям просто топы. И вот они, собственно, пойдут в рынок. А следующие уже варианты я буду себе оставлять. Потому что просто не солидно не откладывать себе в коллекцию, пока это возможно, честно говоря. Но я уже начал. Этот вариант у нас самый бюджетный здесь. Здесь это вариант без клейма. Без клейма это вот прям такое, кстати, обратите внимание на цвет рукояти. Это цвет слоновой кости. Как раз из традиции Первой мировой войны ещё. То есть тогда делали кортики. Тогда были кортики в основном кайзер-легмарин. И как раз материал для изготовления был кость. Потому что было достаточно много колоний, как раз где вот эту кость можно было добывать. И вот это был такой вот пример яркий. И поэтому цвет слоновой кости использовали потом в дальнейшем во Вторую мировую войну на других кортиках. Соответственно, здесь мы видим тоже отличное состояние. Без каких-то проблем. Неполированный клинок. Просто вот весь разградной кросс-грейн. Везде. По всей длине. Поэтому вот если кортик без клейма, он должен быть либо супер дешёвый, либо он должен быть недорогой. И вот такого вот состояния. Прямо вот без страха и упрёка. По саблям вот этой подборкой я горжусь. Я тоже буду теперь оставлять. Я сейчас вот с этого момента, я вам буду это делать в прямом эфире, буду собирать свою подборку по Айкхрону, свою подборку по фельдмаршельским сериям. Потому что я уже столько людей снабдил фельдмаршельскими саблями, что я бы уже мог себе собрать эту подборку. Но никогда у меня. Они просто очень быстро расходятся. У меня никогда не было варианта взять себе вот и собрать полностью весь пул, полностью весь комплект. Поэтому это вот последние сабли, которые я отпускаю от себя. Следующие я буду сортировать и выбирать себе вариант из девяти штук. Поэтому придётся подождать, пока я наберу себе. Но при этом, смотрите, здесь офигительный просто рон. Это рон. Сабля самая дорогая была в исполнении. Если мы с вами обратимся к каталогу Карла Айкхорна, который у меня там лежит. Эта сабля была самая дорогая в исполнении за счёт того, что у неё была вот эта вся гравировка вручную наносилась. То есть, на неё тратилось больше всего времени. И она просто в ментовом состоянии. Именно Эфес. Там нужно чуть подкрашено. Но при этом Эфес ментовый. Соответственно, следующий экземпляр. Здесь два Дерфлингера. Вот этот Дерфлингер подороже. Этот Дерфлингер подешевле. Но при этом тот, который подороже, его оценил. Коллекционер забирает в очень крутую коллекцию идёт этот экземпляр. И я доволен, что именно туда. Потому что там как раз тоже почти полный комплект. Там, по-моему, Людцева не хватает и ещё одной. Потом дальше у нас здесь Врангель присутствует. Врангель тоже едет. На самом деле, следующего Врангеля подобного я хочу себе оставить. Потому что этого уже, ну, как бы я его уже отправляю. Но буду теперь вот их подтормаживать, грубо говоря. На стоп ставить. И вот здесь ещё тоже четыре варианта. Здесь вот эти четыре варианта в офигенном состоянии. Вот этот остаётся мне. Собственно, с него я тоже начинаю коллекцию. Этот экземпляр, он будет у меня жить. Потому что мне теперь надо на него поставить подвес. Мне теперь надо на него поставить темляк. И вот здесь он в ментовом состоянии. Как раз вот то, что я хочу. Здесь ещё один Рон. Ронов было два. Было с дубовыми листьями. И были ещё вот, собственно, с орлами. Которые я вам только что показывал. И вот такие вот Роны тоже имеют место быть. Поэтому я думаю, может быть, его тоже оставить. Потому что классный вариант будет Ронов просто в двух вариациях. И ещё два экземпляра тоже, которые едут. Здесь у нас не Карлайкерн, а это тоже это ВКЦ. ВКЦ с накладным вот таким вот орлом. Очень интересное исполнение. И вот этот накладной орёл – это не единственная особенность экземпляра. Обратите внимание, здесь с обратной стороны мы видим с вами вот такую вот монограмму. И здесь тоже монограмму мы видим. Это как полностью заполненный дневник. Знаете, такой вот вариант. При этом очень крутое исполнение. И в целом она не супер дорогая. Знаете, она дороже выглядит, чем она стоит. Но, тем не менее, это сложная сабля. Сложное в нахождении. Просто именно вот, чтобы прям всё было при ней. Все клеймы, всё-всё-всё, чтобы было прям хорошо. И чтобы ещё и золочение было на ней офигенное. Потом дальше что ещё? Фарфор. Наверное, вот эту кружку я буду отправлять. Чайную пару я вам потом покажу. И ещё два СС. Вот эти два СС. Один уже продан. Цепник СС. Это тот самый дорогущий цепник, который я вам показывал. Который стоил в закупе, по-моему, 15 или 16 тысяч евро. Не долларов даже. И за него никто не торговался. Потому, что мне его сказали. Ну, вот, Алекс. Я готов его показать. Но при этом, если подешевле, то давай я предлагаю его ещё другим людям. Я его не отпустил из рук. Потому, что состояние здесь просто шедевральное. Именно на вариант ранний, на нынешний момент, это вот прям вот то, что хотелось бы. То есть, у него нет ни сколов, никаких проблем. У него нет никаких... У него даже следов разборки нет. Его не разбирали. При этом ещё и вариант именно цепи хороший. И полностью чернение сохранилось на цепи. Оригинальный окрас. Ничего не бито, не мято и так далее. И вот этот вариант. Здесь мы видим тоже. Ну, вот, следующий буду тоже себе оставлять. Это Готлип. Потому, что такие варианты хочется выкупать. И я вот всегда готов брать просто про запас. Потому, что, посмотрите, тут мощное чёрное отравление, анодирование родное, лак по анодированию. Вот такие варианты как раз я ищу. Вот такие варианты я как раз хочу. И вот, собственно, я сейчас вот их отправляю в Москву. Но в дальнейшем я хочу вот здесь вот на полочке у себя вместе со своими касками, пилотками, вариантами вот этими вот себе их разложить. И собрать по клеймам варианты как раз вот именно СС. Ещё едет тоже у нас вот такой вот моряк. Помните, я его обещал вам показать. Здесь моряк с такой шифровкой. Кто-то именно из старых ветеранов добавил сюда шифровку от погон вот этот якорь на темляк. Темляк такой ещё золотистый. Клинок здесь в охренительном состоянии. Просто в ментище диком практически. Не тронутый даже вот какими-то вот царапинками. Их тут просто нет. И также ножны у него чеканные в офигенном состоянии без каких-то проблем. При этом он стоит, ну, умеренно за счёт того, что просто этот вариант не такой дорогой, как если бы у него был там мощный парусник какой-то и так далее. Там было бы две плюсы выше. Просто даже в закупе могло бы быть. Ещё один вариант. Это Гитлер-Югент ментовый практически. Смотрите. Мы здесь видим. РЗМ М7-13. Это шутельгофер. И состояние здесь просто песня. В том числе и у ножен. То есть, ножен в родном окрасе, смотрите, и без каких-то либо вообще проблем. Далее едут вот эти предметы. Кроме наград. Награды я себе хочу вот эти вот оставить. Потому что тоже буду себе подбирать подборку наград, чтобы их не продавать. Ну, либо выставлю их на сайт англоязычный, который вам тоже покажу. Здесь вот этот вот партийный знак почётный. Он с инициалами Адольф Гитлер. Это прям дорогой знак. Это прям крутой вариант. А также здесь присутствуют три знака. Тоже в супер классном состоянии. Но при этом они не едут. Зато едет вот этот вот, например, штык ютаганного типа. Смотрите. Просто бармалейский вариант. Здоровенный, антикварный. И вот он поедет. Этот вариант бюджетный. Потому что у него не парные номера. И часто такие предметы просто люди просят на подарки. К полезному контенту ещё вернёмся. По подвесам с вами пройдёмся. Смотрите. У нас здесь есть раз, два, три, четыре, пять подвесов. Все пять подвесов к армейскому кортику образца 1935 года. Я их специально сюда выбрал. По типам крепления к верхней рамке. И по типам карабинов. Смотрите. Здесь всё просто. Для чего я это показал? Для того, чтобы вы могли видеть сборные, несборные подвесы. И отличать их. Ну, во-первых, начнём с того, что здесь должны быть... Когда у нас заклёпки, заклёпки всегда должны быть родного расклёпа. Но здесь уже по опыту нужно смотреть вариант. Далее. Если мы видим вот такой вот карабин сверху. Ажурный такой арт-деком. Мы внизу должны видеть вот такие вот с дубами. Со сдвижными карабинами клипсы сами. Которые цепляются непосредственно за кольца ножен. Далее. Следующий вариант. У нас здесь тоже с дубами. И мы видим, что когда у нас дубы внизу, у нас дубы и наверху. На самой вот этой рамке. В принципе, оно может быть так, что наверху дубы есть. А внизу, например, вот такие клипсы. Либо наоборот. Но в классике, вот всегда в классике должно быть вот таким вот образом такая вот комбинация. Точно так же и у подвесов Люфтваффе. Соответственно, вот такие вот карабинчики достать сильно проще. Точнее, вот такие вот такие достать сильно проще, нежели дубастые. Соответственно, если вы знаете эту хитрость, то вы можете сразу же более желаемые для себя подвесы увидеть на столе. Следующий вариант. Это мельхиоровый вариант. И у него полностью весь прибор выполнен из мельхиора. Из тяжелого металла. И это сразу чувствуется. Это сразу видно. Ну и еще один экземпляр. Здесь цинковый. С алюминиевым вот таким вот зацепом. Опять же, если вы видите вот такие вот варианты. И вам предлагают их как ни бит, ни крашеный, ни перешитый карабин. Значит, нужно именно вот их подсматривать на оригинальность шва. Потому что там с обратной стороны есть шов. Его нужно всегда смотреть на предмет того, как он туда вот заправлен. Потому что по заводскому очень сложно пришить. Потому что их сшивали не руками. Их сшивали специально машинкой. Соответственно, весь там машинный шов должен сохраняться во время сборки. Для чего их пересобирают? Иногда бывает ломаются клипсы. Люди их меняют. Иногда бывает просто из нескольких, из двух, из трех подвесов. Которые там условно из груда запчастей за 50 долларов делают подвес. И продают его за 200, 250, 300 долларов. Соответственно, вам такое не надо. Вот здесь вот именно все в оригинале. Вот так вот я специально разложил. Тоже их отправлю. Можно будет потом как-нибудь либо на аукционах выставить. Либо, если вам интересно, они будут доступны к продаже. По русскому холодному оружию мы с вами вот такой вот бебут можем увидеть. Это бебут златоустовский 1912 год. Двенадцатый год это год, когда, собственно, уже вот такую вот обоймицу добавили к бебуту. Потому что до этого были они без обоймицы. Соответственно, такой вот переходный год на самом деле не часто весьма встречается. Мы его сейчас сюда положим аккуратненько и посмотрим на ножны. Ножны здесь вот такие вот. В родне полностью в отличном состоянии на самом деле. И еще и с подвесом с оригинальным. Подвес я, возможно, буду снимать. Для чего? Вот смотрите, видите, подвес еще даже с клеймом. Подвес я буду снимать для того, чтобы удешевить прайс. Бытует мнение, что по-честному продавать подвесы сразу же вместе с предметами. Но обращайте внимание на то, что всегда, когда предмет продается с подвесом, подвес вкладывается в его стоимость. А на самом деле не всем нужны подвесы. Именно поэтому я, например, иногда подвес снимаю. Могу подвес продать отдельно. Зато предмет будет дешевле тысяч на 20, а то и 30. В зависимости от того, какой подвес и какой тип. Здесь конкретно подвес очень интересного типа. И, грубо говоря, я его сниму. Отдельно, скорее всего, буду продавать. И уценю предмет. Предмет будет вполне себе доступных денег стоить. Еще один экземпляр. Это шашка. Шашка образца 1909 года. Это царское, настоящее русское холодное оружие. Подлинное, гарантированно. Потому что это вариант именно с Николаем Вторым. Златоустовская оружейная фабрика на обухе клинка. А также герб Российской империи. Все как надо. Здесь клейма А под короны. Оригинальная кожулька. Настоящая здесь рукоять. В родном сборе. Единственное, что по этой рукояти. Мы видим, что отсутствует вензель Николая Второго. То есть, это шашка на временное правительство. Когда был приказ удалять непосредственно гербы с головок рукояти. Именно по приказу оно, собственно, и было удалено. При этом шашка в очень классном состоянии. Я вот такие вот люблю, что прям вот все свое и все при ней. Без каких-то очень серьезных дефектов. Да и в целом она вот прямо вот именно для шашки 1909 года. Ну, яркая, классная. Вся залипшая. Потому что обычно они опять же продаются. Откуда-то их достают там с чердаков. Из двух собирают там или из трех собирают одну. И потом предлагают. Здесь вот такая ситуация. Отсутствует здесь предмет полностью в оригинале. Полностью в родном сборе. И очень прикольный. К предмету ножны, естественно, идут. Ножны в очень хорошем состоянии. Здесь вот только отсутствует небольшая клипса. А так прям все в родне. Прошивочка, видите, ножен по торцу идет. Вся родная. Так что прям хороший экземпляр. Очень приятный. Я доволен проделанной работой. Что получилось вот такие вещи взять, найти, выпустить в предложение. Потому что обычно это подковерные сделки. Или сделки, знаете, которые, ну, по сути, реально до рынка не доходят. И предметы прям яркие. Мне до сих пор получается это делать. Сейчас это сильно сложнее стало. И сейчас уже начинает у меня, знаете, такой момент такой. Больше откладывать себе в коллекцию предметов. Потому что я, например, их беру, да, дороже. И просто даже, может быть, иногда не хочется их в рынок выставлять. А хочется себе оставить. И потом в дальнейшем уже показывать. Потому что я понимаю прекрасно, что еще пройдет лет 5-7. И уже даже поднимая над головой там приличные деньги. Вот подобных предметов именно по яркости найти. Либо вот подобные, знаете, такие подборки прям армейских кортиков. Или подборки редких и нулевых с красивыми клинками. С интересными сашников, кинжалов и сабраца 33-го года. Просто уже будет очень сложно найти. Соответственно, по штыкам, на самом деле, примерно похожая ситуация. С ними чуть полегче, потому что их просто в количестве побольше. Но найти приятный все сложнее и сложнее. И люди пытаются на них все время цену, естественно, подтянуть. Ну и по боевым ножам и по ножам подводников. Вот ножи водолазов вот такие вот. Я, честно говоря, я не помню, когда последний раз брал. Мне кажется, это вообще лет, наверное, 8 назад я брал. Последний раз вот такой вот нож. Потому что они все, знаете, плюс-минус такие, как бы, ну, без гарантии, что вообще не послевоенные. В основном попадаются. Я поэтому их просто обхожу, деликатно молчу, как бы, тактично. Но здесь конкретно прям хороший, офигенный вариант. Обсужденный вариант на всех форумах. То есть, без каких-то проблем и вопросов. Ну и, конечно, боевой нож Люфтваффе. Это классика. Это как раз вот тот вариант со складов. Их все меньше и меньше тоже становится. Но иногда получается найти. В общем, на этом я не стрим заканчиваю. Я с этими предметами прощаюсь. Что-то уезжает уже в частные коллекции. А что-то еще можно будет купить. По всем вопросам, если что, обращайтесь в комментарии. Либо в телеграм-канал. Обязательно на него подпишитесь на случай блокировки Ютуба. Чтобы мы остались на связи. Ну и что? На эту красоту придется упаковывать теперь. Всем вам доброго вечера. И увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok